Здравствуйте, уважаемые раки! Приветствую вас на своем канале Общий астрологический прогноз на декабрь 2019 года 2 декабря Юпитер в Козероге И в этом знаке Зодиака Юпитер будет целый год Поэтому для вас начинается Новый год Действительно, уже в декабре, в самом начале декабря Этот Новый год знаменует собой успех, удачу, процветание, продвижение Во всех делах, которые касаются вашего взаимодействия с внешним миром Главным образом, с миром того человека, которому вы часто смотрите В глаза, для многих из вас это супруг или супруга Это ваш спутник или спутница жизни Для тех, кто одинок, дорогие раки У вас есть возможность в этом году и встретить любимого человека И заключить с ним союз, официальный, либо неофициальный Те, кто ищет друзей и бизнес-партнеров Или спутников, сопутников по учебе, либо по работе Также можете их найти в 2020 году Кроме того, это дом взаимоотношений со всеми другими людьми В том числе и с врагами А Юпитер в доме врагов, скорее всего, позволит вам помириться Или разрешить конфликт с вашим врагом В том числе и судебные конфликты могут быть вами разрешены Как в декабре 2019 года, так и последующий 2020 год Следующее событие Меркурии в Стрельце 9 декабря Стрельц это ваш шестой дом, дом работы Поэтому тот, кто ищет удачу на работе, по работе Если вы ищете работу, то с 9 декабря благоприятное время Для прохождения собеседований, а также для того, чтобы общаться на работе Если вы уже работаете, знакомиться, общаться с коллективом Находить себе единомышленников в коллективе И в целом делать дружелюбным по отношению к себе целый коллектив Для тех, у кого клиенты, вы оказываете услуги Это прекрасное время, декабрь, начало декабря Потому что клиенты в это время будут к вам более открыто подходить Вы будете с ними более разговорчивыми И они более разговорчивыми будут с вами Вы сможете чему-то их научить И научиться у них в том числе чему-то Поэтому, если у вас вдруг есть какие-то конкуренты Или враги, или, условно говоря, недоброжелатели Скорее всего, вы обнаружите, что вы у них можете чему-то научиться Или бы их чему-то научить Здесь возможны альянсы и союзы даже такого характера Не просто полюбовно изначально вы встретились и подружились Но, возможно, это будет дружба, которая началась со вражды А может быть даже любовь, которая началась со вражды Если вы одиноки, то обращайте внимание на тех представителей противоположного пола Которые вас раздражают Возможно, такое раздражение переродится в страсть И в любовную пылкую привязанность Такой тип отношений существует И он возможен для вас в декабре 12 декабря полнолуние в знаке Содиака Близнецы Для вас, дорогие раки, это 12 дом Поэтому очень хороший период В середине декабря избавляться от всех травм детства От проблем, связанных с психикой, в том числе от психосоматики Великолепно в середине месяца отправиться в путешествие на отдых С целью подлечиться, в том числе свое физическое тело Подлечить, как, к примеру, в больничке Либо в санатории планово полежать Это может быть и период, когда вам захочется Побыть в одиночестве и проявиться как творец Закрыться на какое-то время в четырех стенах И нарисовать картину, к примеру Либо углубиться просто в себя Может быть, просто выспаться Наконец-то вот в середине декабря Вам очень захочется А 16 декабря планетоид Херон в знаке Тодиака Овен Становится директным Это ваш десятый дом Поэтому здесь у кого проблемы на работе любого характера Где-то к 16 декабря, думаю, вы обнаружите, что эта проблема решается И решается даже не одним, а целыми двумя путями Кто искал работу Может быть, сразу две работы вам предложат И вам будет такой вот выбор сложный достаточно Может быть, у кого-то совмещение начнется Либо вы заменяете кого-то на работе Либо вам удастся в серединке декабря усидеть сразу на двух стульях В общем, это продвижение связано с карьерой, с работой Или с какой-то вашей основной важной жизненной целью Например, если вы не могли чего-то добиться Какого-то положения, статуса И считали, что нет ни одной дороги И все дороги закрыты для вас Вот здесь, в середине декабря, может открыться сразу две дороги Сразу два пути И вам придется выбирать, по какому же из них прийти к желанной вами цели 20 декабря Венера в знаке Зодиака Водолей Дорогие, это про деньги Венера в восьмом доме может приносить деньги руками людей, которых вы любите Прежде всего, это деньги супруга, либо супруги детей Близких вам людей Это подарки всевозможного рода Также это суды, субсидии, займы денежные Если вы хотите взять займ, например, на свое дело То с 20 декабря, прекрасное время, скорее всего, вам дадут такой займ Также Венера в доме зачатия, в восьмом доме, дает возможность тем, кто желает и ждет, забеременеть Если вы знакомитесь и начинаете встречаться с партнером, с парнем, девушкой То в районе 20 декабря первые интимные отношения Возможно, начало интимных отношений, либо возобновление интимных отношений Это могут быть интимные отношения как на уровне физики, так и на уровне мыслей Когда вы делитесь интимными соображениями со своим другом 22 декабря очень важный день Начинается природная зима в северном полушарии и лето в южном полушарии Это Новый год, собственно говоря А 26 декабря и солнечное затмение в знаке зодиака Козерог Поэтому, как вы видите, месяц Козерога для вас, дорогие раки Это месяц брачный, отношения, союзы 26 декабря, возможно, в вашей жизни появится судьбоносный человек С которым вы заключите отношения дружеские, любовные, деловые, интимные, личностные Важные какие-то в любом случае Может быть, это не человек, может быть, это целая референтная группа К примеру, кто-то из вас скрывает свой бизнес и вот группа клиентов И в целом это важный для вас коллектив может появиться, когда вы набираете, если вы работодатель Либо вы вливаетесь в коллектив, если вы работник О солнечном затмении я сделала отдельное видео, собственно говоря, как о Юпитере в Козероге И о солнечном, об ингрессии солнца в Козерог 22 декабря Это день зимнего солнцестояния Я обо всем этом уже подробно рассказала в своих отдельных видео Посмотрите их, пожалуйста, ссылочку на них вы уже сейчас видите на своем экране А 29 декабря в Козероге еще и Меркурий Поэтому при всем при том вы будете здраво мыслить, здраво соображать Как вам строить отношения с окружающими людьми И желаю вам прекрасно встретить Новый год С любовью, с радостью, в паре, в семье С самыми лучшими, дорогими вашему сердцу людьми И пусть весь мир будет для вас дорог И пусть ваше сердце расцветает любовью Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok